Это сегодня уже практически все готово к выступлению, но каких трудов стоило молодым нефтехимикам придумать и поставить номера, знают только они сами. Ведь все работают на производстве и каждый из них нужен на рабочем месте. Поэтому собираться приходилось вечерами и по выходным. Но ведь главное желание, а с ним можно и горы свернуть. В свою очередь руководство компании всячески поддерживает ребят и помогает творческой группе. Остановиться достигнут не в наших правилах. И в прошлом году мы принимали участие в этом конкурсе очень полномасштабно и с прекрасной программой. И в этом году мы тоже хотим снова о себе напомнить, заявить о своих талантах, показать несколько номеров в конкурсе. Надеемся на то, что ребята наши будут выглядеть так же достойно, как и всегда. Но будем ждать результатов конкурса. А своим ребятам я желаю удачи, хорошего доброго настроения. Готовиться к фестивалю такого масштаба начали около месяца назад. Идей было предложено много, но остановиться все-таки было решено на красочной вокально-хореографической постановке на тему ярмарки. Каждый раз охота привнести в свои номера что-то новенькое, поразить зрителя, что неимоверно сложно. Но наша команда это каждый год с успехом повторяет. И в этом году, надеемся, тоже повторим. Каждый участник талантлив по-своему. Кто-то обладает шикарным голосом, кто-то хорошо двигается. Объединяет одно – все креативные творческие личности, которые хотят и могут победить. Здесь такие отличные ребята есть. И новенькие тоже, как и я, да, и много уже, кто несколько раз уже ездил, участвовал. И вот смотришь на ребят, заряжаешься от них этим позитивом и понимаешь, что еще есть к чему стремиться и есть у кого учиться. Вот. И, ну, я надеюсь, что мы победим. Программа фестиваля не изменилась. Молодые таланты будут соревноваться в музыкальном и танцевальном направлениях, а также в конкурсе «Минута славы». Нефтехимики представят на суд жюри три номера. Кроме ярмарки продемонстрируют лирическую многоголосную композицию, а также сольный вокальный номер. Суперфинал фестиваля пройдет в Казани в конце октября. Там конкурсанты представят также визитку-презентацию на тему «Наше предприятие. Будущее Татарстана». Напомним, что формат конкурса телевизионный. Увидеть все этапы конкурса смогут жители всех стран мира на канале ТНВ «Планета». В копилке нефтехимиков уже есть гран-при, первое место, кубок президента и имена и звезда на небе. Как выступят нефтехимики в этот раз узнаем в ближайшее время. Евгения Смоленкова, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим».